Здравствуйте, уважаемые телезрители! В рамках программы «Прямая линия» мы продолжаем знакомиться с работой депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сейчас у депутатов 6-го созыва наступил отчетный период за год их работы в парламенте и, конечно, в своем округе. Сегодня в нашей программе принимает участие депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси по Витебскому-Горьковскому избирательному округу номер 17 Татьяна Александровна Старинская. Ну а более подробно представит нашу гостью ее визитная карточка. Татьяна Александровна Старинская родилась 25 марта 1969 года в Лепельском районе Витебской области. Образование высшее окончила Витебский государственный педагогический институт имени Кирова. Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Специалист по управлению персоналом. Работала мастером производственного обучения ПТУ номер 147. Затем ведущим архивистом, заместителем директора, директором Государственного архива Витебской области, директором Государственного учреждения Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района города Витебска. Награждена почетными грамотами Витебского городского исполнительного комитета, Витебского областного совета депутатов, Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облсполкома, Имеет благодарность Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Заносилась на доску почета администрации Первомайского района города Витебска. Итак, мы начинаем нашу программу. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте. Десять лет. Вы возглавляли территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района города Витебска. И вот вы депутат парламента. Скажите, было трудно вникать в новую эсперу для вас деятельности? Сказать, что не трудно, невозможно. Где-то было страшно, где-то боялась подвести избирателей в свой город. Поэтому пришлось вникать в новую работу, совсем новые подходы. Ответственность же какая, правда? Ответственность, конечно, перед всеми. Но уже прошла адаптация, уже сегодня я чувствую себя более уверенно. Достаточно уверенно, судя по тому, что вы уже выходите с какими-то инициативами. Но начнем мы с вашей предвыборной программы. Вот я, ознакомившись с ней, я обратила внимание, что, видимо, ваша профессия накладывает определенную специфику. В вашей предвыборной программе вы делали основные акценты на социальную поддержку населения и на развитие инфраструктуры своего округа. Вот скажите за год, что вам реально удалось сделать и то, с чем вы уже можете отчитаться перед своими избирателями? Прежде всего хочу отметить, что ко мне на прием идут люди в первую очередь с вопросами по социальной защите. Наверное, это откладывает отпечаток, я не работала. Поэтому приходит, и я хочу отметить, что многие вопросы решаются прямо во время приема. Социальная направленность, конечно же, она есть. И самое главное — это помочь человеку решить его проблему. Есть много моментов, но в целом удается помочь. А вот вы можете уже сказать, сколько вы провели таких приемов граждан по личным вопросам? На сегодняшний день ежемесячно мы проводим по одному приему. Поэтому уже за год, конечно же, более 12 приемов. На приемах приходят люди с разными вопросами. Хорошо. А какие у вас сегодня наиболее актуальные, которые выходят на первый план? То есть проблемы, которые волнуют людей? На первый план, конечно же, выходят вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Здесь много моментов, нюансов. Это те дома, хрущевки, которые нуждаются в капитальном ремонте. Ну и много других вопросов. Со скрипом, но они решаются. Очень помогает исполнительная власть, потому что они уже решаются исполнительной властью. Но людям кажется, что если я еще схожу туда, туда и туда, тем более депутату палаты представителей, то оно решится быстрее. Но, знаете, в какой-то мере они правы. Потому что мне самой довелось летом, нынешним летом, побывать на приеме, который вы проводили в нашем микрорайоне. Я вам скажу, что проблема многолетняя, которая два десятка лет стояла перед жителями, она стала решаться в течение буквально нескольких дней, то недели полторы-две, это точно. То есть заасфальтировали во дворах дороги, дорожки. Что еще самое главное, в поселке Тарном, в почтовом отделении, наконец, обещали сменить печное отопление. Я знаю, что эта тема, кстати, у вас тоже и сегодня на контроле. Да, да. Ну, я хочу сказать, может быть, просто мне как депутату удалось подвинуть, но эти вопросы и на контроле были и у исполнительной власти. Возможно, с течения обстоятельств, может быть, и все вместе сложилось. Да, и как раз по печному отоплению в том числе. И сегодня у меня есть ответ о том, что там будет поставлена система кондиционирования, которая будет поддерживать температурный режим. Уже в этом году, что очень важно. Да, поэтому, в общем, я очень рада, что получилось. Здорово, да. И что реально, значит, все-таки получается, что у депутата палаты представителей все-таки больше возможностей, полномочий, скажем так, продвигать решение проблем своего округа. Ну вот, судя по таким, скажем, реальным результатам. Наверное, сложился такой традиция, сложился стереотип. Все-таки, когда люди обращаются к депутату, и депутат обращается затем по компетенции к профессионалам, к ответственным лицам, то, наверное, немножечко, чуть-чуть быстрее сдвигается. Но это не значит, что они не в поле зрения, просто всегда не хватает возможностей, средств и так далее. Но все вместе, и получается иногда быстрее. А вот как вы работаете, сотрудничаете с органами местной власти, с теми же депутатами местных советов? Потому что, в принципе, во-первых, вы должны быть постоянно в курсе текущих дел в своем округе и в регионе в целом. Ну, во-вторых, чтобы действительно не распыляться, а работать в одном направлении все вместе. Вот как вы строите эту работу совместно? Я хочу сказать, что депутаты Палаты представителей Национального собрания постоянно участвуют в заседаниях исполнительных комитетов, как горысполкома, так и облсполкома, местной администрации. И поэтому, участвуя в заседаниях, мы знаем все проблемы. Это очень нам помогает. И также хочу отметить, что никто не отказывает. Все, кто работает в исполнительной власти, они стараются также вникнуть в проблему, помочь. Ну, иногда, я еще раз говорю, не хватает времени. Но в основном, конечно же, мы в курсе. То, что происходит в городе, то, что происходит в районе, в округе. И, конечно, принимаем участие. Я хочу сказать, что нас и привлекают к этому. И приглашают. Это очень здорово, спасибо. Потому что иначе вместе работать гораздо удобнее и эффективнее. Ну, и эффективнее, что самое главное. Если говорить еще о такой совместной работе, и, естественно, вся работа, вот эта совместная работа нацелена на результат. Мне бы еще хотелось вас узнать, что вы вообще ждали от депутатской работы? И насколько оправдались ваши ожидания? Ну, я не знала этой работы, поэтому трудно сказать, что я ждала. Конечно, я понимала, что будет чуть-чуть больше возможностей. Больше ответственности. Больше ответственности, однозначно. Ну, хочется еще сказать, что в настоящее время каждому депутату надо теперь думать, что говорить. Гасить свои эмоции, потому что иногда это все потом тиражируется и повторяется. То есть становиться настоящим политиком, дипломатом, политиком. Потому что каждый из нас участвует и ведет законопроекты. И поэтому здесь особо важно, что мы говорим, как мы говорим, какие предложения делаем. Потому что не просто надо эмоционально «хочу так» или «хотелось бы так». Надо, конечно, сначала изучить эту проблему. И глубоко изучить. Изучить зарубежный опыт, обосновать, а потом уже предлагать. И пока ты это все сделаешь, иногда ты начинаешь понимать, что есть другие законы, которые регулируют эту норму. И вот совсем в другом месте. И поэтому очень много существует различных структур. НИИ, НЦЗПИ, вот эти все структуры, которые отслеживают, чтобы у нас было грамотное, корректное, эффективное законодательство. Да, и иногда, с учетом того, что парламент это все-таки законотворческий, законодательный опыт, да. То есть не самые популярные меры приходится, да, и голосовать за них только потому, что, зная и изучив ситуацию, понимая, что по-другому никак поступить нельзя. Хорошо, вот раз мы уже заговорили о работе, о вашей работе в Палате представителей, надо сказать, что вы входите в постоянную комиссию по труду и социальным вопросам. Тема для вас близкая. И, в принципе, понятно. Вот какие за год новые законопроекты были рассмотрены и в которых вы принимали участие в том числе? Вот вы можете их назвать? Сколько какие наиболее, наверное, такие интересные для нас? Ну, я хочу сказать, что один самый такой огромный закон, который принимался о пенсионном обеспечении, как вы уже сказали, отметили, он действительно непопулярный, потому что пришлось продлить пенсионный возраст, увеличить. И это, конечно, вынужденная мера по ряду разных причин, в том числе и повышение продолжительности жизни, увеличение, в том числе и демографические изменения, которые произошли, вы знаете, что, хоть у нас и было в этом году, в общем-то, увеличение рождаемости, но, тем не менее, в целом это сокращается. Это вот вы сейчас имеете в виду вот эту демографическую яму, да? Да, да, да. В 80-х 90-х годах, да? Ну, и на сегодняшний день, конечно же, нужен фонд социальной защиты населения, он датируемый бюджетом, и для того, чтобы как-то помочь решить эти проблемы, пришлось, конечно, и вносить изменения в пенсионное законодательство. И вот столь непопулярные меры, понимаете? Да, это увеличение возраста, это увеличение страхового стажа, который был увеличен, и хочу после этих мер, после этого закона, конечно же, было много волнений, много писем, предложений, потому что попали люди по объективным причинам, которые не могут на сегодняшний день собрать свой страховой стаж для начисления трудовой пенсии. Поэтому сейчас, согласно указу 233-го, мы принимаем изменения и дополнения в данный закон о пенсионном обеспечении для отделенных категорий граждан. Это, например, для тех военнослужащих, которые свыше 10 лет служили и не набрали по своему пенсионному законодательству для военнослужащих определенный свой стаж, им сокращается страховой стаж для начисления трудовой пенсии до 10 лет. Также до 10 лет сокращается трудовой стаж для тех, кто занимался уходом за инвалидом первой группой, уходом за престарелыми гражданами, достигшими 80-летнего возраста, и также попали родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет. Поэтому на сегодняшний день, вот, скажем, уже мы вносим законодательство, оно будет во втором чтении принято. И я думаю, что это поможет нашим людям, особенно тем, кто по объективным причинам не может собрать свой трудовой стаж, в общем-то, они попадут в более благоприятные условия и смогут начислить пенсию. Дело в том, что у нас очень большое количество пенсионеров, которые работают, и очень, наверное, каждый из нас встречал в себя в рабочем коллективе женщину или мужчину, достигшего пенсионного возраста, который, ну, никак не хотел бы уходить из трудового коллектива. Поэтому она, и учитывая продолжительность жизни, я все-таки считаю, что, с одной стороны, уже давно пора было продлевать возраст, и некоторое мнение, мониторинг, когда проводили, они тоже были в эту сторону, в общем-то, высказаны. А с другой стороны, многие, конечно, восприняли, ну, в общем, по стереотипу, как это лишних еще там два-три года кому как попало работать. Но я знаю, многие, которые обращаются, они не собираются уходить на пенсию, они бы хотели, чтобы работать, но, тем не менее, возмущаются. Ну, такое у нас, скажем, мышление. Что касается таких вот поддержки населения, вот я хочу ответить на этот вопрос. Вот принимали как раз-таки в прошлом году, это законопроект о внесении изменений и дополнений о семьях, воспитывающих детей до трех лет, выплате пособий. И хочу сказать, что сегодня уже семьи, которые воспитывают ребенка-инвалиды до 18 лет, им будут выплачиваться пособия, раньше это 16, теперь до 18. А если дети третьей степени, четвертой степени утраты здоровья, то пособие было 100% бюджета прожиточного минимума, сейчас будет 120% бюджета. И еще самое главное то, что разрешено те, кто находятся по уходу за детьми, работать в неполную занятость. То есть можно еще и себе что-то подработать, увеличить благосостояние семьи, ну и также трудовой свой стаж. Это тоже очень хорошая мера. И хочу еще отметить, что в этой стези работает рабочая группа при Министерстве труда и соцзащиты. И чтобы все-таки в трудовое законодательство внести такое положение, обязательно нанимателя предоставлять папам до 14 календарных дней, но правда социальный отпуск по законодательству будет... Неоплачиваемый, да? До 6 месяцев, до исполнения 6 месяцев ребенка. То есть поддержать самый тяжелый период маму. Но в коллективные договора будет рекомендоваться вносить такую норму, чтобы все-таки поддержать материально. То есть этот отпуск нужно будет предоставлять, но уже выплаты будут уже по-разному. И еще есть одно такое дополнение, над которым работали вы в том числе, в рамках вашей комиссии. Это о том, что семья считается в сложном положении, если в семье рождается двое и более детей сразу. Это тоже дает какие-то определенные... Да, я работала над законопроектом нанесения изменений и дополнений в закон о социальном обслуживании населения. И добавлено было, как трудная жизненная ситуация, это рождение одновременно двоих и более детей. Поэтому сегодня оно уже выполняется, эта норма. Это предоставление услуг няни бесплатно для двойняшек до 4 часов в день. И если тройняшки и выше, 8 часов в день. Я считаю, что это тоже такая очень хорошая помощь государству. И также в этом законе были добавлены более льготные условия по госзаказу для некоммерческих организаций, которые хотели бы заниматься социальными услугами. И добавлено такое понятие, как замещающая семья. То есть сегодня к социальным услугам привлечены не только государственные учреждения, некоммерческие учреждения, но и физические лица. То есть, например, если человек не хочет нанимать соцработника в государственном учреждении, он может нанять себе помощника. И это будет услуга входить в рамки замещающая семья, где один будет клиент, второй, в общем, наниматель. И они вместе договариваются, составляется трехсторонний договор, оговариваются условия, вплоть до того, что на чьей территории будут вместе проживать, какие виды услуг. И в зависимости от разных обстоятельств даже этот человек, который будет ухаживать, может получать заработную плату. То есть, опять-таки, это занятость. Это все будет внедряться с 1 января 2018 года. Вот тогда посмотрим. Потому что сегодня есть только проект положения. Я думаю, что он еще будет дорабатываться. И еще одна такая услуга. Это и есть тот самый закон Республики Беларусь о социальном обслуживании, где речь шла о привлечении к этой работе негосударственных структур. То есть, таким образом. Да, в том числе. Тема действительно интересная. Ну, опять же, с учетом того, что вы являетесь членом постоянной комиссии, палаты представителей по труду и социальным вопросам, естественно, очень хочется спросить у вас. Сейчас мы ждем новую редакцию декрета номер 3. Вот какие ожидаются основные особо значимые изменения в этом декрете? Ну, самое главное изменение – это будет название изменено. То есть, мы будем… Что-нибудь будет подобное на то, чтобы участвовать в государственных расходах каждому из нас. Также учтены многие вопросы, которые поднимались. Объективные причины, кто будет освобожден от уплаты. Там большой перечень. Это все печаталось и в интернете. Можно будет потом посмотреть. Так как сегодня данный декрет находится на согласовании и на утверждении в администрации президента. Возможно, он будет как-то трансформируется. Но мы участвовали в предложениях по данному декрету. Очень много принято от нашей комиссии. И, конечно, очень много будет послаблений. Особенно для тех, кто действительно занят на социально значимых объектах и имеет объективные причины. А вот мне еще интересно, как комиссия, то есть, член комиссии, как депутат Палаты представителей, есть ли у вас возможность, вот вам спускают законопроект, тоже министерство, например, есть ли возможность оспорить какие-то моменты, либо отправить этот документ на доработку? Или вы должны принимать это уже как данность? Нет, конечно. У нас сразу ничего не принимается. Дело в том, что есть ответственный депутат, ответственная комиссия. Собирается всегда обсуждение заседания рабочих групп, где, кстати, могут быть и такие бурные обсуждения, и эмоциональные. Приглашаются и разработчики, приглашаются причастные. И все это вместе обсуждается. И я хочу отметить, что, например, сегодня внесение изменений в закон, в трудовой кодекс, до сих пор обсуждается, потому что достаточно такие бурные идут обсуждения. И мы еще его не вынесли в овальный зал. И если кому-то кажется, что в нашем овальном зале депутаты там более смирно ведут себя, в отличие от других стран, то я хочу сказать, что у нас, в общем-то, наверное, сложилась такая традиция, все обсуждения бурные проходят в рабочих группах. И там снимаются все вопросы. И когда уже законопроект, скажем, ну, в общем-то, доработал, и все причастные, те, кто делал замечания, вносил предложения, согласились с этим, убедили друг друга, тогда он выносится в овальнеза. Замечательно. Еще, зная вас, скажем так, в битерке, вас хорошо знают как человека делового, инициативного и очень активного. Вот на данный момент вы являетесь инициатором и координатором проекта «Обучающий город» для креативной экономики. Что это за проект и как он связан с вашей депутатской работой? И связан ли? Конечно, все взаимосвязано. Я занималась с 2012 года таким проектом «Обучающий регион». Сначала всем непонятно даже первое слово, что это такое «Обучающийся». Но дело в том, что он прошел очень успешно в Витебске. Главная цель этого проекта – это, конечно, максимально привлечь людей для образования на протяжении всей жизни. И сегодня «Обучающий город» для креативной экономики – это включает в себя два понятия. Первое – это, конечно, и поднятие экономики, и второе – создание рабочих мест. И второе – естественно, социальная сплоченность, социальная активность, гражданская активность общества. Поэтому «Обучающийся город» – это когда по всем направлениям идет обучение неформального образования, формального, всех дополнительного образования. Это не только в образовании, это и в экономике, и в здравоохранении, и везде. Мы же сегодня живем с вами в постоянно меняющемся мире, постоянно все новое что-то происходит, вызовы новые. И мы должны меняться. Мы должны меняться, а для того, чтобы меняться, порой нам приходится обучаться чему-то новому. И поэтому очень разные курсы, разные программы. И сегодня самое главное в городе Витебске есть и государственное учреждение, и общественная организация, и государственный сектор, и бизнес, который занимается образованием. Поэтому, имея такую площадку, конечно, хотелось, чтобы город Витебск участвовал в таком проекте. А креативная экономика – это экономика интеллекта. Это когда товары, услуги, как бы вроде и не совсем новые, но к ним новый подход. И самый маленький пример, который быстро приведу, чтобы было зрителю понятно, что такое креативная экономика. Женщина каждое утро пьет кофе большой кружки, мешает сахару ложечкой, и каждый раз, когда подносит кружку для того, чтобы сделать глоток, думает, что делать с ложкой. То ли глаз прищурить, но чтобы она понимает, вынимая ложечку, с нее будут капли. И каждый раз она думает, ей не хочется стирать эти капли, и что они остаются. И приходит в голову, почему бы не придумать подставку для этой ложечки. Она придумывает подставку, выкладывает это в социальные сети, находятся креативные предприниматели, которые решили создать эту подставку массово, патентуют данное изобретение, и она расходится по миру. Таким образом, вот маленький пример креативной экономики. Поэтому самое главное, что хочу сказать, это любой человек, который имеет нестандартный подход к какому-то новому виду услуги, или иному виду продажи товара, или изобретения чего-то, он может это все... А он может, что в Витебске есть такая группа, кто-то этим занимается, кто-то собирает такие интересные идеи. Я хочу, чтобы у нас в Витебске появилась такая рабочая группа, она у нас сегодня есть, она состоит из представителей и госвласти, и государственного сектора, и негосударственного бизнеса, которые бы, в общем-то, выработали подходы для того, чтобы эти идеи появлялись, и они, скажем, искали свое продолжение. В рамках обучающий город для креативной экономики будет проходить два стартапа в Витебске, сейчас новое такое слово, в принципе, это конкурс идей, когда будут принимать участие все желающие, и потом это будет оценка результата, возможно, что-то такое новое придумают, что можно будет внедрить. Группа эта существует, тогда, значит, должен быть адрес, вот куда могут прийти люди со своими идеями и найти единомышленников. Сегодня эта группа существует, да, на базе ресурсного центра Ассоциации дополнительного образования и просвещения взрослых. Она находится, этот ресурсный центр находится Октябрьская, 12, вот можно туда подходить, у них есть и свой сайт, и, в общем-то, можно зайти, посмотреть и начать интересоваться различными программами и курсами, которые у нас сегодня есть в городе. Татьяна Александровна, спасибо вам большое за эту интересную информацию, за эту интересную и насыщенную беседу. Я предлагаю нам встречаться чаще, потому что нам есть что обсудить, темы действительно важные, интересные и сложные. В то же время вам удачи и пусть у вас все получится. Уважаемые телезрители, наша передача завершается. Спасибо, что были с нами и оставайтесь с нами. Следующая наша программа «Прямая линия» выйдет в эфир ровно через неделю. Всего вам доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин